Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Passa 2009 года выпуска. Двигатель 1 литр бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 228 тысяч километров. Заменю подушку со стороны ГРМ. Открываю капот, поддомкрачиваю двигатель. Открыл капот. Вот подушка, которую нужно заменить. Можно патрубок, вот этот воздухозаборник, не снимать. Но я для удобства его сниму. Металл рвется почему-то. Сейчас покажу. Вот металл, который рвется и ухо скоро отвалится. Вот эта вибрация, которая его расшатывает, надо будет варить. Беру, поддомкрачиваю снизу двигатель. Немножко поджимаю его. Домкрат я поставил. Вот я его приподнимаю. Вот приподнял. Откручиваю центральный болт на 17. И откручиваю вот эти болты на 14. Здесь у нас два. Снизу у нас гайка на шпильке. И по бокам у нас три болта. Откручиваем. Вот. А может быть вот эти и не надо. Я, наверное, этот кронштейн на месте оставлю. Я сказал на 17, здесь на 19. Оригинальная подушка дорогая, поэтому брали неоригинальную. Так, болт центральный выкрутил. Эти болты тоже до конца выкручиваю. Три штуки. А кронштейн пока попробую не трогать. Подушка продавилась и на ней уже передается вибрация снизу домкратом. Поднимаясь, чуть-чуть буквально двигатель и вибрации на кузове нет. Двигатель убежал. Поднимаю еще. Да, кронштейн не надо убирать. Достаю подушку. Вот она подушка. Она просто продавилась. Она не порванная, ничего. Но она провалилась. Беру новая подушка фирмы Теносити. Какая-то AWSDA1020 номер для заказа. Сейчас визуально ее просто сравню. Визуально сниму здесь и сниму здесь. Вот и вся разница визуально. Она просто продавилась, опустилась вниз и стала жестко работать. Это видно, насколько поднята. Беру и устанавливаю. Завожу на место. Смазываю болты, наживляю их. Все три, а потом выравниваю и опускаю кронштейн. Пока не подтягиваю, просто болты подключаю. Откручиваю все. А теперь уловлю двигатель. Все. И закручиваю, наживляю болты. Домкрат я полностью убираю. Сейчас покажу. Вот домкрат. И резкость наводись. Через брусок я в поддон уперся и двигатель поддомкратил. В кронштейн мастерного фильтра упираться не нужно. Только в поддон. А вот теперь можно затягивать болты. Эти два болта я тоже ослаблял. Затягиваю их. Гайку снизу я не ослаблял. Поэтому я ее не трогаю. Также центральный болт на кронштейне. Ну и ставлю, прикручиваю воздухозаборник. А хозяину скажу, что здесь надо будет металл по итогу варить. Пробуем, запускаем двигатель. Проверяем, как на кузов будет. Все, закрывают ноги. Ну все, двигатель работает. На холостом ходу вибрации нет. Видно, как двигатель играет. На этом замену подушки со стороны ГРМ я закончил. Будет работать. А как будет работать, уже посмотрим. На этом все. Всего вам доброго. Спасибо.